Здравствуйте, в эфире ДПС на ОТС. Меня зовут Ксения Корзун. Смотрите в этом выпуске. ДПС на ОТС. Там накануне в лобовом столкновении двух Тойот один человек погиб, а другой оказался в больнице. По предварительной версии причиной трагедии стал неосторожный обгон. Владелица Короны Премия выехала навстречу и не успела вернуться в свой ряд. Столкновения с Королой избежать не удалось. 2 февраля 2022 года около 13 часов на территории Ордынского района. Водитель 1981 года рождения. Управляя автомобилем Тойота Корона Премия, двигаясь по автодороге К17Р Новосибирск-Очки-Павлодар со стороны города Новосибирска в сторону Карасук. На 136-м километре автодороги выехала на полосу, предназначенную для встречного движения автотранспорта, где совершила столкновение с автомобилем Тойота Королу под управлением водителя 1986 года рождения, двигавшейся во встречном направлении. После удара обе машины отбросило в кювет. От иномарок остался только покороженный металл. Предполагаемая инициатор аварии погибла мгновенно. Вторую автомобилистку госпитализировали с многочисленными травмами. Аналогичную аварию зафиксировали в Болотнинском районе области. На трассе Р-255 столкнулись с легковушкой грузовик. Два человека погибли. Инцидент произошел в 5.45 утра. 30-летний мужчина за рулем Логана направлялся в сторону Новосибирска. Пересек сплошную полосу. В этот момент по встречке ехала газель. Машины столкнулись. От удара у Рено сильно деформировался кузов и машина загорелась. Водители-пассажирка не смогли выбраться из салона. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и женщина-пассажир. С различными травмами в больницу был доставлен водитель автомобиля «Газель». На месте аварии работают спасатели, сотрудники полиции. Сотрудниками госавтоинспекции организовано реверсивное движение. Обстоятельства произошедшего, а также возраст и личность погибшей пассажирки устанавливаются. Добавлю, что эта трагедия произошла на 108-м километре трассы, а за день до нее практически на том же месте была зарегистрирована еще одна смертельная авария. Грузовик вылетел навстречу и буквально раздавил «девятку». Шансов выжить у водителя и пассажира легковушки не было. Еще один человек погиб в Кировском районе Новосибирска. Ранним утром на улице Петухова столкнулись «Тойота» и «Мерседес». Очевидцы говорят, аварию спровоцировал водитель Марк-2. Его машина врезалась во встречную иномарку. Точная причина ДТП пока неизвестна, назначены экспертизы. Но опять же, со слов свидетелей, владелец седана лихачил. Несколько человек видели, как он ехал на большой скорости и, возможно, в какой-то момент не смог удержать руль. В итоге неуправляемая легковушка вылетела навстречу. Другие сообщают, что автолюбитель якобы пытался обогнать попутку. Всю информацию уже изучают дознаватели. После будет ясна полная картина произошедшего. 3 февраля 2022 года в 6 часов 40 минут на территории Кировского района водитель от 1997 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота Марк-2» по улице Петухова со стороны улицы Крючука в сторону улицы Хилос. В пути следования у дома 2, корпус 1 по улице Петухова, предварительно не справившись управлением, выехал на полу встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1973 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Тойота Марк-2» получил травмы, не совместивая к жизни. Далее рубрика «Сводка» — это подборка аварий с пострадавшими, которые произошли за сутки в Новосибирске области. Два человека пострадали в лобовом столкновении на гусенобродском тракте. Аварию спровоцировал водитель «Сузуки». Он выехал навстречу, но не успел вернуться в свой ряд. «Иномарка» протаранила «Киа», водитель которой ударился головой, сломал нос и колено. Пассажирка «Витары» повредила ногу и грудную клетку. Легковушка и карета скорой помощи столкнулись недалеко от села Тошара. Автомобилист за рулем «Ниссана» проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. Не пропустил скорую, которая ехала с другой стороны улицы со спецсигналами. Пассажир «Блюберта» сломал несколько ребер. Другая авария произошла в селе Корпысак. Мужчина без прав на мотобуксировщике ехал по тротуару и не справился с управлением. Техника вылетела на проезжую часть и угодила под грузовик. Инициаторы ДТП доставили в больницу с отресением мозга и переломом коленного сустава. У пострадавшего взяли кровь на анализ содержания алкоголя. Результаты будут готовы через несколько дней. В другой аварии в центре Новосибирска пострадала шестилетняя девочка. Очевидцы рассказали, что видели, как водитель «Хёнде» ехал в сторону Орджоникидзе и оказался на пешеходном переходе уже на красный сигнал светофора. Легковушка сбила женщину с дочкой. Ребенка госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга. Мама девочки не пострадала. «Тойота» и «Форд» столкнулись в Октябрьском районе мегаполиса. Владелец «Раш» по неизвестной причине выехал навстречку. Иномарка врезалась в «Пиесту». Помощь медиков потребовалась пассажирке «Универсала». Она получила серьезную черепно-мозговую травму. В мегаполисе растет статистика детской аварийности. Только за эту неделю в ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних. В половине случаев виноваты были невнимательные автомобилисты. В остальных дети попадали под колеса из-за собственной неосторожности. Кто-то перебегал дорогу в неположенном месте. Другие выходили на зебру на красный сигнал светофора. Бывают и случаи, когда ребятишки теряют бдительность и играют слишком близко к проезжей части. К примеру, в Первомайском районе, около гимназии номер 8, школьники катались на плюшках сугроба, который расположен рядом с остановкой и дорогой. Зволнованные автомобилисты написали об этом в социальных сетях. Мол, родителям стоит провести воспитательные беседы и рассказать своим чадам о правилах безопасности. Однако местные жители видят проблему в другом. Мол, детям больше негде играть, во дворах горки запретили, и теперь они сами находят развлечения. Однако все участники дискуссии пришли к единому мнению. Такое баловство рано или поздно может привести к трагедии. И последнее. Генеральная прокуратура страны признала, в России чиновники и предприниматели зарабатывают на системах фото- и видеофиксаций нарушения ПДД. Многочисленные проверки, проведенные в 2021-м, показали, что большинство дорожных камер принадлежат частным компаниям и устанавливаются для заработка, а не для снижения аварийности. Где-то показатель скорости намеренно завышен. В других местах система фиксирует, к примеру, пересечение двойной сплошной, хотя на самом деле на участке разрыв разметки. Еще автомобилисты нередко получают штрафы с неисправной камеры. И такие инциденты выявили практически во всех регионах. Вот и в Новосибирской области специалисты нашли несколько приборов, которые уже шесть лет как пришли в негодность. Еще в 2019 году президент страны поручил разработать автоматический механизм отмены незаконных штрафов. Но никаких изменений пока не было. Автолюбителям по-прежнему приходится самостоятельно обращаться в соответствующие органы для отмены неправильных начислений с камер. На этом выпуск программы ДПС на ОТС завершен. Присылайте ваши истории и вопросы на почту редакции. В студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте правила и оставайтесь на нашем канале. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok